МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телеканала «Брянская губерния» продолжает свою работу в эфире программы «События» в студии Марины Николаевны. 17 сентября Брянск отмечает 1034-ю годовщину со дня основания и 76-ю годовщину освобождения Брянщины от фашистских захватчиков. Наш город гордится успехами и достижениями жителей в самых разных сферах. В первую очередь для них, а также для многочисленных гостей этот вторник власти региона сделали по-настоящему ярким праздничным днем. Торжественные мероприятия начались рано утром. В знак благодарности к тем, кто отважно защищал нашу землю, тем, кто был в плену, кто прошел блокаду Ленинграда, только до последней пули стоял на границах нашей страны под звуки торжественного марша. К стелле воинской славы губернатор Александр Богомаз, председателя Булдумы Владимир Попков, заместители главы, представители духовенства, городские власти, депутаты и другие официальные лица возложили букеты живых цветов и памятные венки. В летописи победы десятки тысяч наших земляков. Неоценимый вклад в историю внесли мужественные и стойкие брянские партизаны. В мероприятии приняли участие ветераны и военнослужащие. Далее губернаторы, председатель областной думы, руководители областного центра, военнослужащие и родственники, павших при освобождении Брянска, возложили цветы к монументам славы и памятникам погибших воинах. Память защитников и освободителей города почтили минутой молчания. Торжественное открытие праздника состоялось на площади Ленина, после чего все желающие могли пройтись по главной улице Брянска в параде поколений. Не остались в стороне и наши съемочные группы. Тот редкий случай, когда главная улица Брянска, проспект Ленина, становится пешеходной. И куда ни загляни, везде праздничное настроение. День рождения областного центра, день его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это личный праздник каждого жителя Брянска. На горе калина, ой, на горе калина, ой, жаль моя, жаль моя калина. С музыкальными подарками участники 15-го Всероссийского фестиваля народных хоров поет родное село. Понравился Брянск, большой красивый город. Я желаю всем жителям этого города процветания, здоровья крепко. Всем здоровья, всем красоты, любви. А это уже официальное открытие праздника. На языке танца творческие коллективы рассказывают об истории любимого города. Переводчик не нужен, все понятно без слов. 17 сентября мы ищем тех, кто освободил Брянскую землю от окопантов и принес в дома жителей мир. Мы отдаем дань глубокого уважения, подвигу, беззаветному мужеству, стойкости и героизму воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, тружеников тыла. Мы гордимся Брянском и очень любим наш город. Парад поколений. Почетное место в шествии, конечно же, отведено ветеранам. Они впереди, на украшенных к празднику уазах. Строй же держат учащиеся брянских кадетских корпусов, юнормейцы, члены патриотических клубов. За ними руководители города и области, трудовые коллективы, творческие объединения, вузы, школы. Свою колонну представил каждый район Брянска. Это очень интересно, как смотреть, как кадеты ходят. Как марш очень ровно, барабанят. Спасибо большое нашим предкам за то, что мы сегодня можем вот так вот здесь стоять, наблюдать это праздничное шествие. Спасибо за то, что можем пойти погулять в парк спокойно. Спасибо за то, что мы можем растить наших детей под нашим мирным небом. Город меняется и в положительную сторону. Особенно наш первый Брянск. Нам очень нравится, как у нас все преображается, становится красиво. Мы все с позитивным настроением пришли на День города. С праздником всех! В праздничных колоннах прошли почетные гости из разных городов и стран. Из Италии и Латвии, Сербии и Польши, Молдавии и Белоруссии. Из Тулы и Владимира, Грозного, Иванова и Курска. Их связывают с Брянском партнерские и дружеские взаимоотношения. Вместе с ними в строю командиры подводного крейсера, князь Владимир и Брянского ракетного полка. Также в параде поколений представители разных народностей, проживающих в Брянске. Белорусского и польского землячеств, узбекской, еврейской и грузинской общин, цыганской, армянской и дагестанской диаспор. Прошли в колоннах ветераны локальных войн и вооруженных сил, представители общественных организаций и политических партий. Сколько людей в параде поколений, сходу и не ответишь. Когда те, кто стартовали первыми, уже достигли площади партизан, замыкающие еще не стали в строй. Екатерина Карманова, Екатерина Зойдина, Дмитрий Белов, Максим Кузнецов, Сергей Дюков, Игорь Винничук. События. Брянск. Праздничное шествие и традиционный парад поколений продолжатся торжественным митингом на площади партизан. Руководители региона лично приветствуют ветеранов, тружеников тыла и почетных гостей. Традиция, которая остается неизменной многие годы. Цветы легли к подножию монумента в знак памяти и благодарности подвигу воинов, отдавших жизни в борьбе за освобождение Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. Поздравляю вас с 76-й годовщиной освобождения нашей родной Брянской земли от немецко-фашистских захватчиков. 17 сентября 1943 года войска 11-й армии и 11-й гвардейской армии при поддержке брянских партизан освободили город Брянск и Бежуц. На Брянскую землю пришло долгожданное освобождение «Свобода от немецко-фашистских захватчиков». Пройдут годы, сменится не одно поколение наших людей, но этот день всегда будет почитаемым и уважаемым нашим народом. Потому что этот день – это символ мужества и чести, доблести и отваги, подвига и самопожертвования. Это день памяти и скорби. В те далекие годы линия фронта проходила не только там, где готова Канонада, но и миллионы советских людей, тыл, врага, работая на фабриках и заводах, сея хлеб, ковали и приближали долгожданную победу. Огромное спасибо вам, друженики тыла, за ваш тяжелейший труд, в тяжелейших условиях во имя свободы и независимости нашей страны. Дорогие ветераны, в этот праздничный день я хочу сказать вам огромное спасибо за подвиг, который вы совершили во имя нас. Вы нам подарили возможность гордиться вами, гордиться своим народом, гордиться великой страной. Вы дали нам возможность жить в свободной стране, в великой стране, расти детей, строить планы на будущее. На вашу долю вы было не только пройти тяжелейшими дорогами войны, но и в послевоенное время, в холоде и володе, вы восстанавливали наши разрушенные города и села, разрушенные фабрики и заводом, вы строили современное и сильное государство. Пример вашего поколения, а ваше поколение по праву является поколением победителей, очень важен для нас, ныне живущих. Потому что ваш пример, ваш подвиг, ваше служение народу и своей стране дает нам веру и уверенность в великую, могучую, процветающую, единую и непобедимую Россию. С праздником, дорогие земляки, дорогие ветераны! 76-го годовщина освобождения Брянска встречают 298 ветеранов Великой Отечественной войны. Не все из них смогли прийти на торжества. Годы берут свое. От лица ветеранов, собравшихся, приветствовал подполковник медицинской службы Александр Мазилов. Пусть залпы салютов разноцветными звездами радости и счастья украсят вашу жизнь. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Ветеранам войны, труженикам тыла вручили букеты, а участники 15-го Всероссийского фестиваля народных хоров «Поет родное село» исполнили песню нашего земляка Матвея Блантера «Катюша». Брянский край день от дня обновляет свой облик. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты. В промышленности, сельском хозяйстве решаются проблемы социальной сферы. Мы любим наш Брянск за его самобытность, за многообразие культурной жизни, за яркость и задор. Мы вспоминаем сегодня и об основателях города в дремучих лесах, невзирая на тяготы и лишения, зиждевших будущее для своих детей и внуков. Вспоминаем и героев-освободителей, жизни своих, положивших ради спасения отечества от коричневой чумы и жизни своих потомков. Вспоминаем и тех, кто самоотверженно восстанавливал, отстраивал, созидал нашу малую родину после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Лучшая возможность отблагодарить наших ветеранов, лучшая возможность вспомнить о том, что связывает нас, Брянщину, жителей Брянска, с историей страны, с историей нашей жизни, это встретить этот праздник определенными успехами. И должен я сказать, что Брянск в этом отношении преуспел. Приятно пройтись по нынешнему городу. За последние пять лет он существенно изменил свой облик. Глава городской администрации Александр Макаров в своем выступлении напомнил, что областному центру исполнилось 1034 года. А заместитель президента польского города Конина Витольд Новак поздравил собравшихся от имени всех гостей из городов-побратимов Брянска. Я очень рад, что имею возможность вместе с вами отмечать этот праздник, возложить цветы к важным памятникам и поклониться ветеранам. После официальной части солдатский привал. Вы действительно совершили подвиг. Вот нам сегодня, ныне живущим, а самое важное, тем, который придет уже нам на смену, нашим детям, нашим внукам, нашим школьникам, которые сегодня присутствуют на празднике, очень важно, что для них есть хороший пример. Хороший пример того, как нужно любить свою родину, свой народ, как нужно в трудные минуты отдавать самое дорогое, что есть в каждом из нас – это жизнь. Наши предки завоевали вместе с вами нам самое дорогое – жизнь, свободу. И сегодня мы должны делать все возможное, чтобы вы дольше прожили, чтобы вы дольше хранили эту память, передаваясь поколению в поколение. Отведать солдатскую кашу и другие угощения могли все желающие. По традиции работала полевая кухня. Чистое небо над головой. Радость, да, дочь? Как ваше настроение? Отличное. Погода хорошая, песни. Вообще, очень все хорошо. Это наш святой долг – посещать этот день постоянно, каждый год. Екатерина Карманова, Владислав Пескунов, Максим Кузнецов, Сергей Дюков. События Брянск. В честь Дня города на Кургане Бессмертия развернулись традиционные интерактивные площадки «Мой город, моя гордость и любовь». Выставки, спортивные состязания, ярмарки и мастер-классы. Перечислять все то, что приготовили для жителей и гостей города на Кургане Бессмертия, можно долго. Насыщенно все для граждан. Можно ходить часами. Потому что в этот год, как никогда, действительно, постарались организовать на все, предусмотреть все вкусы наших жителей, чтобы было ярко, красочно и здорово. Для любителей даже в праздник держать ум в строгости и порядке, накрыли длинный ряд шахматно-шашечных столов. Сейчас у нас будет проходить шахматный турнир, после того, как уже участники практически все подошли. И сейчас вот будет уже буквально начало первого тура. Неподалеку от них – выставка работ финалистов конкурса фотографий «Улицы моего города». Его объявили за месяц до праздника, однако победителей выбрать предстоит гражданам, голосованием за лучшую работу. Уйти с гуляний можно было не только с сувенирами, но и с новым четвероногим другом. Традиционно свои площадки развернули приют для кошек «Второй шанс» и волонтерская организация «Подари надежду». Поистине уникальная площадка – видеоспиннер «Слоу-моушен-360». Это съемка, когда камера облетает вокруг героя, и события происходят в замедленном режиме. Технический прогресс представили студенты БГТУ. Это самодельный 3D-принтер, дипломная работа нашего студента Дубова Андрея. Он ее сделал себе как дипломный проект по окончанию четвертого курса бакалавровского. Принтер собран из подручных материалов. Основание вырезано на фрезерном станке. Пластик создан на 3D-принтере. Полностью спроектирована кинематика и программное обеспечение. Брянские библиотеки предложили гостям праздника отдохнуть за интересными книгами. Для детей – современные панорамы и книги с трехмерными изображениями. Для взрослых – литература посерьезнее. Особое внимание – истории родного края. Одна из таких книг представлена на выставке «Наша славная Брянская область». Это книга Фаева «Всемирная брянская история», в которой для людей интересно узнать, какие ходили слухи, сплетни в начале 20 века. Вот именно в нашем Брянске и Брянской области. Впервые на празднике в честь Дня города – мобильный планетарий, в котором детей и взрослых ждали научные фильмы и карты звездного неба. Ежегодная ярмарка «Брянск. Город мастеров» в этот раз собрала более 80 производителей из нашей и соседних областей. Кожевинное ремесло, уникальные работы по дереву, текстильные и вязаные игрушки. Здесь можно найти практически все народные промыслы. Я приехал со своими работами. Это мое хобби, увлечение. Мы так занимаемся мебелью, а это в свободное от работы время шкатулки делаю фигурные из ценных пород дерева. В каждой шкатулке где-то 4-3 породы дерева разных. В основном присутствуют российские и африканские. Праздник очень нравится. Родной город. Все здесь родное. Сегодня праздник у моего любимого города. Какое может быть настроение? Только праздничное. Городное настроение. Замечательное настроение. Праздник нравится. Очень. Потрясающее спасибо. Праздник замечательный просто. Дорогие брянцы, поздравляем вас. С Днем города, здоровья вам, всех благ. Отличное настроение. Брянск с праздником. К поздравлениям присоединяются Игорь Умаров и Анатолий Чекрыгин. События Брянск. Свою лепту в атмосферу праздника внесли и спортсмены. В акватории Дисней прошел Кубок Брянска по аквабайку. Под капотом почти 300 лошадей. На тахометре 8 тысяч оборотов, а стрелка спидометра давно завалила за сотню. От таких мощностей вода буквально закипает. Погода, скорость ветра, высота волны и, конечно же, сама трасса. Подготовка к заезду дело серьезное, ведь спортсмену на какой-то период времени придется стать с байком единым целым. Одна неточность, один неудачный вираж и драгоценные секунды уже не отыграть. На круг уперся и конкурент не обошел, так скажем. Ну, еще второй заезд, еще все впереди. Еще попробуем что-то сделать. Гонка крутая, вода, волна поднимается за счет того, что берега рядом, между берегами вода катается. Ну, как бы хорошая гонка, интересная. Когда с сумасшедшей скоростью мчишься по волнам и в твоих руках оказывается машина, готовая выполнить любой каприз, легко...